Всем привет! Это проект в движении. Каждую неделю только полезная информация для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. Сегодня в выпуске. Управление гневом. Как контролировать свои эмоции на дороге? Мы попадаем в воронку чужих эмоций. Все, мы там растворяемся. Поздравляем! У вас будет автомобиль. Актуальная информация о процедуре регистрации транспортного средства. В телефонном режиме обращения гражданина ему также будет назначена дата, время, удобное для регистрации. На вираже. Приемы контраварийного вождения с куратором-инженерно-гоночной команды. Скорость должна быть адекватная. По статистике, 9 из 10 водителей ругаются за рулем. Есть даже специальное определение – дорожное бешенство. Я сейчас не вырунный! Чем опасно такое поведение, объясним с точки зрения психологии. Есть такое понятие – фокус внимания. Разберем пример. Мы сейчас сидим, общаемся, и у нас есть действие, да, то есть мы ведем диалог. У нас лежат телефоны, планшеты, где-то стоит кофе, то есть что-то отвлекающее нас. Так вот, надо всегда понимать, коэффициент полезного действия только будет тогда, когда мы на 100% ведем, ну вот, какое-то основное действие. Если это беседа, коэффициент полезного действия от беседы будет, если мы целиком, полностью сосредоточены. Как только мы переключаемся на телефон, фокус внимания уходит, и мы что-то пропускаем. Точно так же за рулем. То есть мы всегда держим фокусы внимания на дороге. Надо очень четко понимать, я еду, как еду, куда еду. То есть мы держим именно свой вектор. Если люди рядом с нами будут проявлять эмоции, и мы обращаем на это внимание, наша цель, наш фокус внимания уходит. То есть мы как будто попадаем вот в эту воронку. Мы попадаем в воронку чужих эмоций. Все, мы там растворяемся. Тут кричат, и у нас уже закипает, и мы начинаем раздражаться. Фокус внимания на нашем раздражении. Обида, злость, и дальше начинает раскручиваться вся эта история. Все, дальше ДТП. Поэтому основная история всегда держать фокусы внимания только на своем векторе. Мы не отвлекаемся, не смотрим. Проявление эмоций других людей – это их история. Наша история в том, чтобы держать свою собственную конструкцию. Вы приобрели автомобиль. Поздравляем. Теперь осталось его зарегистрировать и получить госномера. В какой срок это необходимо сделать? Куда обратиться для регистрации? И какие документы взять с собой? Сейчас расскажем. После покупки новому собственнику дается 10 дней на регистрацию автомобиля. Все это время можно ездить без госномеров и без риска быть оштрафованным. Начиная с 11 дня водитель, если его остановят на дороге, сотрудники ГИБДД рискуют нарваться на штраф от 500 до 800 рублей. При повторном нарушении лишится прав на срок от 1 до 3 месяцев. Получить услугу по регистрации транспортного средства можно несколькими способами. Можно лично обратиться в подразделение. В нашем подразделении предусмотрен в телефонном режиме обращение гражданина. Ему также будет назначена дата, время, удобное для регистрации. Ну и самое удобное, я считаю, это обращение в госавтоинспекцию через единый портал государственных услуг. Где гражданин сам может выбрать удобное для себя время, удобный для себя день. В электронном виде направить заявление на регистрацию. В назначенный день прибыть и получить услугу. Обязательные документы для постановки автомобиля на регистрационный учет. Паспорт или временное удостоверение личности. Заявление. Договор купли-продажи. Договор мены. Договор дарения. Акт приема-передачи транспортного средства для юридических лиц. По желанию вы можете предоставить страховой полис, диагностическую карту, подтверждающую прохождение техосмотра транспортного средства, предусмотренных законом в случае, и документ об уплате государственной пошлины. Не обязательно предоставлять документы, но сами процедуры страхования автомобиля, прохождение техосмотра и оплаты госпошлины обязательно. Размер госпошлины будет зависеть от объема регистрационных услуг. Например, при покупке нового автомобиля это 2500 рублей, если владелец решит одновременно получать и госномера. Если он примет решение обращаться в сторонние организации для изготовления госномеров, автовладелец заплатит 500 рублей. Если гражданин, к примеру, изменил место жительства, ему также необходимо в течение 10 суток обратиться в подразделение госавтоинспекции с момента изменения персональных данных, то есть появления нового штампа в паспорте. 10 суток отводится на внесение изменений в регистрационные данные транспортного средства. Если изменение места жительства не связано с изменением региона проживания, например, человек переехал из Белгорода в Валуйке, это у нас 31 регион, здесь будет просто замена свидетельства о регистрации, номера по своему желанию гражданин может оставить те же, которые у него ранее были присвоены на транспортное средство. Если это связано с изменением региона проживания, например, мы с Белгорода в Валюке переезжаем, здесь надо учитывать гражданину, что внесение изменений будет связано и с изменением номера. Согласно постановлению 1764 от 21 декабря 2019 года, на транспортное средство может быть присвоен государственный регистрационный знак только того региона, в котором прописан гражданин. Если в течение этого периода гражданин не обращается, у нас ответственность предусмотрена статьей 12.1 административного кодекса Российской Федерации. Если первый раз гражданин нарушает штраф от 500 до 800 рублей, если повторно совершается правонарушение, размер штрафа предусмотрен 5000 рублей, либо лишение права управления транспортными средствами от 1 до 3 месяцев. В 2023 году межрайонным регистрационно-экзаменационным отделом ГИБДД УМВД России по Белгородской области проведено более 50 тысяч технических операций по регистрации транспортных средств. Все знают о трагических событиях, которые произошли в нашем городе 30 декабря. В связи с чем были уничтожены транспортные средства, граждане утратили документы, которые находились в этих автомобилях. В связи с этими событиями в подразделении предусмотрен особый порядок предоставления государственных услуг такой категории граждан. Люди могут по телефону получить консультацию, выбрать удобный для них день и время посещения нашего подразделения. При обращении в порядке живой очереди также мы стараемся в этот же день гражданам оказать услугу по прекращению регистрации уничтоженных автомобилей либо по восстановлению утраченных ими документов. Для получения государственной услуги гражданам достаточно при себе иметь паспорт. Если сохранились государственные регистрационные знаки, документы ПТС, СТС от транспортных средств, их также необходимо сдать в госавтоинспекцию. Но еще раз подчеркну, если эти документы утрачены и люди не могут их сдать, предоставление услуги отказано не будет. Достаточно иметь документ, удовлетворяющий личность. Государственная починность таких граждан за восстановление утраченных ими документов не взымается. Сегодня в рубрике «Тебе водить за рулем настоящий профи» руководитель инженерно-гоночной команды «Шухов Рейсин Тим» Артем Корнеев. Поехали! Здравствуйте, Артем! Здравствуйте! Мы находимся на специализированном автодроме. Какую ситуацию мы можем смоделировать и рассказать нашим зрителям, как можно в ней действовать? Самая распространенная у нас ситуация является это занос автомобиля, это снос передней оси. И из него необходимо выйти, чтобы вас не развернуло, чтобы автомобиль не потерять и не уйти с траектории на обочину. Если говорить о сносе передней оси, это связано с тем, что вы выбрали неправильную скорость езды в этом повороте. То есть есть законы физики, есть коэффициент сцепления шин с дорогой. Передняя ось начинает уезжать вперед, не в поворот. Как сейчас? Да. Нужна скорость, ну и, соответственно, работой газом, нужно ее снижать до такой степени, чтобы у вас колеса катились по траектории, по радиусу, по которому вам необходимо. В переднеприводных у нас газ нам как бы помогает, у нас передняя ведущая ось, она тянет автомобиль вперед и, добавив газа, в принципе, можно автомобиль чуть-чуть выпрямить, выправить или поменять его траекторию с помощью небольшого нажатия на педаль газа. Что касается заднеприводных автомобилей, то там ситуация обратная. Для того, чтобы автомобиль у нас стабилизировался, надо отпустить газ. Ну, соответственно, это было... Вот сейчас у нас получилось сделать небольшой занос и небольшим газом мы, соответственно, машину вытащили. То есть в переднем приводе тут самое главное в совокупности работать газом, ну и, соответственно, работать рулем. Это был проект «В движении». Соблюдайте правила. Удачи на дорогах. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова